Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и гости канала Дмитрий Ширяев от студии, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас с вами наконец-то долгожданное обещанное видео по лаку, это двухкомпонентный лак торговой марки Фейдау, клал я на лак, ну в общем клал, я не могу выговаривать названия вот эти вот, честно но дело не в том, дело в том, что сегодня мы разбираем с вами продукт, значит лак матовый, есть матовый, есть глянцевый для внутричних и зовничных работ, сильно низкая водопоглощаемость и высокая износостойкость, я просто перевожу сразу на русский что нас тут пишут, значит подготовка поверхности, поверхность должна быть однородно подготовленной прочной, сухой, очищенной от жира, пыли, мела и извести, плесень мог и грибок удалить механическим способом и обработать пораженные места средством против плесени при нанесении на деревянные поверхности, его можно наносить также на деревянные поверхности очистить до чистого дерева, отшлифовать и удалить пыль и при нанесении внутри помещений прогрунтовать поверхность лаком, фейдаль, клар, лак, разбавленным на 30% водой то есть первый слой идет как грунтовочный, но мы этого делать не будем по одной простой причине потому что у меня уже изделия прогрунтованы, я их, там, другую испанскую грунтовку взял для, ну, для микроцемента как полузаполнитель, вот, поэтому, ну, как мне обещали на производстве они, ну, уже разрабатывают и вот-вот должен выйти именно специальный грунт под это дело короче, нанесение снаружи тут, прогрунтовать грунтовкой для дерева ну, это все про дерево грунтовка для дерева, фейдаль, холс, грунтер, бургер, блин способ нанесения, смешать компонент 1 и компонент 2 пропорции смешивания на 100 частей компонента 1, добавить 32 части компонента 2 вот, вот, это мне немножко непонятно по одной простой причине, зачем эти лишние 2? вот, было бы 1 к 3, да? тщательно перемешать и оставить так, стоп, 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 стоп оставить на 5-10 минут а затем снова перемешивать перемешать, то есть, ну, это, в принципе, как со всеми двухкомпонентными материалами для нанесения первого слоя добавить до 5% воды последний слой покрытия не разбавлять то есть, смотрите, что рекомендует производитель производитель рекомендует нам первый слой разбавить на 5% воды ну, как бы, не знаю, может для кого-то это и просто ну, для меня, как не технаря как художника, а не гуманитария, назовем так очень сложно понять сколько это у меня в стакане 5% воды я думаю, что с этим столкнется каждый простой человек ну, сколько это 5% воды потому что есть у него такая особенность, что, ну, как не особенность а, как это, свойства, которые, ну, если вы, ну, много добавите туда воды он у вас, как бы, красиво все ляжет это уже был такой эксперимент но при этом он потом может давать мутные пятна вот, в принципе, еще раз повторюсь ты знаешь, что лак плохой все лаки вот так вот себя ведут то есть, воды можно добавлять до 10% вот, ну, здесь написано 5% я не знаю, нужно ли мне это я, скорее всего, это делать не буду заморачиваться потому что, еще раз повторюсь мои изделия уже вскрыты грунтом специальным то есть, это уже, как бы, решает так, наносить надо лак можно наносить кистью, валиком или краскораспылителем ну, так неудобно написано для стен внутри помещения нанести два слоя лака а для пола, ванных, комнат и душевых кабин три слоя вот, поэтому я думаю, что мы просто здесь бахнем я бахну на них три слоя лака и все будет круто дальше при нанесении снаружи нанести три слоя лака при нанесении на деревянной поверхности предусмотреть два-три слоя с промежуточной шлифовкой для шлифовки использовать мелкозернистую шлиф-шкурку прикольная шлиф-шкурка запомнить номер 180 это 220 пыль тщательно удалить работать при температуре окружающих среды и основания не ниже плюс 7 ну, я тут вроде нагрел там, конечно, в основном помещение у меня ниже, чем плюс 7 вот и не выше плюс 30 блеск матовый, цвет бесцветный средний расход 8-10 метров квадратных с литра однослойное покрытие то есть это в один слой и зависит от качества и типа основания то есть насколько основание впитываемое у нас сейчас здесь основание не впитываемое даже расскажу был случай буквально вот тут приходили ко мне гости приходил дизайнер посмотреть на все это дело так можно, кстати вот заинтересовало очень это пришел посмотреть воочию ну, ну, тут чай-кофе, короче накрыл им небольшой тут столик ну, как я, как такой очень гостеприимный человек вот и ну я лично сам разлил чашку и лежали вот эти штуки на столе, короче разлилось вот так вот еще под них затекло надо было тогда отфоткать это до меня не дошло, потому что они у меня сейчас скрыты только грунтом получается я очень сильно забеспокоился что им каюк но вот может на темном не так видно вот светлую покажу но даже следа не осталось даже на вот этой стороне тыльные хотя она очень шершавая по сравнению с вот этой вот даже не осталось следа то есть вытер мокрой тряпкой и все было зашибись то есть о чем это говорит говорит это о том что поверхность у меня не впитываемая абсолютно вот поэтому большинство нюансов мне здесь не нужны но это вы можете прочитать приобрести вот такую баночку и там все это сзади написано дело не в том давайте посмотрим как это все выглядит выглядит это все офигенно на самом деле я не ожидал но выглядит действительно прикольно то есть банка у вас уже есть банка для замешивания видите внутри еще две колбочки распаковка двухкомпонентного лака компонент 1 компонент 2 и ведерко чтобы все это замешать сервис итак ведерочка я эти оставлю себе для других замесов в хозяйстве пригодится начинаем все это дело смешивать значит как там было 100 грамм того 32 того раз сейчас все будет четко не расстраивайся два три четыре 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 раза по 10 то есть соответственно четыре раза по 10 значит 4 раза по 3,2 3,2 плюс 3,2 это получается 6,4 плюс 6,4 это получается 3,2 плюс 3,2 6,4 6,4 плюс 6,4 это получается 12,8 то есть это получается 13 кубиков 13 туда все это дело мы перемешиваем думал будет короткий видос но уже так наболтал я чувствую что там будет нормально короче устал значит оставляем мы все это дело отдыхать на 5 10 отдохнули мы 5-10 минут перемешиваем еще раз все это дело кстати скоро будет новые уже разработал новые фишки очень интересные тоже ну другая цветовая гамма ну в принципе очень интересная берем для работы нам понадобится чистый валик валик рекомендую брать абсолютно новый так чтобы с него меньше конечно есть вероятность того что с него сейчас ворса полезет но все таки лучше брать чистый новый валик хорошего качества у меня видите качество нехорошее выливаем все дело шлак конечно густоватый может его и стоило произвести водой но я не хочу опа и погнали раскатывать все это мероприятие лак нужно раскатывать хаотичными движениями то есть не оставлять прямых вот таких вот этих ну не вот так а более такими хаотичными хаотичными вторая готова все друзья оставляем его до полного высыхания то есть это порядка что там у нас высыханием кстати 30 минут устойчивость к пыли 2 часа устойчивость к прикосновению 24 часа можно наносить следующий слой собственно оставляем все это на 24 часа это дело у нас высыхает и повторяем процедуру три раза то есть наносим три слоя и получаем готовый продукт изделия пока мисс еще конечно сыровые сырые но уже как бы на отлеп уже ничего не происходит вот но для нанесения последующих слоев понадобится 24 часа вот поэтому три раза повторяем такую процедуру не стоит этого бояться в принципе если вы работаете микроцементом принципе такие сроки есть чтобы вы понимали сразу что вам понадобится только три дня чтобы лаком скрыть как бы полная технология и она дает вам гарантию того что у вас все будет хорошо значит когда я это все закончу я потихонечку буду это дело заканчивать там завтра слойда в процессах вот и проведем эксперименты то есть разливаем туда разные штуки посмотрим что будет вот но пока месте вот он высыхает все хорошо рисунок не потерялся никакой белесости мутности ничего нет дальше у нас значит будет следующем видеоролике нашелся человек который решил поучаствовать в акции значит будем делать раму раму для зеркала делать ванную делать и будем под бетон из микроцемента вот как я анонсировал человек заплатит только за работу то есть материал ему идет в подарок соответственно будет на это отснят видеоролик должно быть интересно поэтому подписывайтесь на канал вот и все будет классно друзья ну а вам спасибо большое всем кто был со мной сегодня вот так вот как и обещал небольшой обзор по лаку немножко с ним поработали я с ним работал с этим непосредственно лаком первый раз до этого я работал с другими двухкомпонентными лаками там ну схема приблизительно одна и та же вот ну единственно что значения разные вот как это все там замешивать поэтому иногда немножко мешкался но еще раз повторюсь я не гуманитарий у меня больше такой художник поэтому всякие цифры и прочее меня пугает ну в принципе я думаю как и любого простого человека который первый раз с этим столкнется вот друзья еще раз спасибо всем большое кто был со мной в общем подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии если вам что-то интересно давайте уже экспериментировать вместе попробуем еще раз все это дело пояснить как смог так рассказал дальше будем это применять еще на практике сейчас вырисовывается небольшой объектик по микроцементу вот я думаю что там тоже снимем что-нибудь интересное ну и как говорится до следующих видео все друзья всем пока